слава господу только что пропитые псалмы это псалмку терпели поднимаю зори к небесам ах какая радость ждет нас там в радостном общении в трепетном волнении со христом мы встретимся а там обратите внимание на эти слова поднимаю зори к небесам ах восторг какая радость ждет нас там в радостном общении в трепетном волнении со христом мы встретимся а там знаете сегодня это псалом и будет как началом сегодняшней теме мне сегодня хотелось бы говорить на тему продолжить прошлый раз что я говорил на именно сегодня делать ударение все готово все готово но народ мой не готов все готово а народ мой не готов ждет награда светлые дворцы пальмами ветви и венцы после слезы горя на стеклянном море песнь поют победы первенцы нас кадре в жизни поведут арфы золотые нам дадут арфы не стареют струны не ржавеют звуки неземные издают там страна нетленной красоты никогда не вянут там цветы там настолько чудно что представить трудно всюду там сияние красоты радость скоротечном мире всем горе и ненасти ждут потом радость бесконечно там пребудем вечно если мы в союзе со христом здесь эти слова написал человек который пережил это видел это знает и сегодня хотел бы начать начать или напомнить место чешное описание луки 14 глава он же сказал 16 сих сказал ему один человек сделал большой ужин и звал многих и когда наступило время ужина послал раба своего сказать званым идите ибо уже все готово и начали все как бы сговорившись извиняться первый первый сказал 1 сказал ему я купил землю братья и сестры будьте внимательны наше отношение к служению богу наше служа отношение поклонение живому богу служим ему как давали обет служить доброй и чистой совестью и как бы сговорившись что они начали говорить первый сказал я купил землю мне нужно пойти посмотреть ее прошу тебя извини меня другой сказал я купил пять пар волнов иду испытать их прошу тебя извини меня третий сказал я женился и потому не могу прийти и возвратившись раб тот донес о всем господину своему тогда разневавшись хозяин дома сказал рабу своему пойди скорее по улицам переулкам города и приведи сюда нищих увечьих хромих слепих и сказал раб господину господин исполнено как приказал ты еще есть место господин сказал рабу пойди по дорогам и изгородям убеди прийти чтобы наполнился дом сей до наполнился дом мой ибо сказываю вам что никто из всех званых те которые принимали крещение давали обет служить доброй чистой совестью что будет на которые ленивый беспечный равнодушный желание служить богу нет проповедовать желание нет молиться нет не желание ревности служение богу слушайте какой прыгал сказываю вам что никто что никто из всех званых не укусить моего ужина независимо сколько лет ты член церкви сколько лет ты топчешь порог дома божьего не вкусят моего ужина ибо много званых но мало избранных с ним шло множество народа и он обратившись сказал им если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери и жены и детей братья и систем сестер а при том и самой жизни своей тот не может быть моим учеником и кто не несет креста своего кто не крезет кто не несет креста своего и идет за мною не может быть моим учеником мы слышали предо мной братья он оказал читал возьми крест свой и ежедневно следуй за мной ежедневно следуй за мной ибо кто из вас желая построить башню не сядет прежде не вычислить из сдержок имеет ли он что нужное совершение совершение его дабы когда положить основание невозможно возможно совершить все видящие не стали смеяться над ним говорю этот человек начал строить и не мог окончить и там дальше перечитать перечисляет но сегодня я беру в основание место писания он сказал ему один человек сделал большой ужин и звал многих мы позваны на брачный пир мы позваны братья и сестры мы званые мы приглашенные и он дал нам брачную одежду праведности но каком у нас состоянии сегодня это знает только один бог не хочу уже оставить вас братья в неведении об умерших дабы вы не скорбели как прочие не имеющие надежды ибо если мы верим что иисус умер и воскрес то и умершие в иисусе бог умерших иисусе бог приведет с ним ибо сие говори вам умершие в иисусе не умершие христиане не умершие верующие а умершие в иисусе как иисус был мертвый для этого мира для этого греха умершие о бог поведет с ним ибо сие говори вам словом господним что мы живущие оставшиеся до пришествия господня не предупредим умерших они получили потому что сам господь при возвещении пригласе архангела и труби божий сойдет не с неба и мертвые во христе воскреснуть прежде потом и мы оставшиеся в живых вместе с ним восхищены будем на облаках встретение господу на воздухе и так всегда с господом будем и так утешайте друг друга семи словами давай-ка подумаем и сегодня для меня это утешение это слово сегодня здесь написано утешай те друг друга этим словом чем идет о похоронах это похоронная тема это похоронное слово да нет это настоящая реальная актуальная тема сегодня для тебя и меня что мы давали обет служить доброй и чистой совестью что мы были совершали акт крещения погребение ветхой природы но она никак не пора беном и никак не умерли и мы не воскресли мы просто религиозные люди мы религиозные прихожане и не больше нам тяга служение нам тяга быть в общении нам не радует небо нам не радует вечность мы радуемся тем что другому мы можем радоваться какой-то прибыли какому-то бизнесу какому-то устройству какому-то чему-то другому мы радуемся но радуемся иметь слову его как получивший великую прибыль обратим внимание все готово все готово иди приглашает на пир бог зовет тебя и меня и сегодня как проверка а что если сегодня протрубит труба видите как было внезапно сегодня услышали что пастыр этой церкви уходит его приводы дальше будет и как бы какое-то ощущение а что же будет дальше не ожидали не знали дорогие братья и сестры а что же будет когда пастыр церкви христовой придется церковью тоже будет что же будет тогда что же будет тогда что скажу я тогда что сделал я для него давайте проверим сколько мы проводим время с богом вообще не смогу один из братьев говорит мне когда он трудился на служение и он захотел все таки знаете очень я ничего никого в этом не осуждаю поймите правильно но я ему говорил тогда слушай это не твое место это не твое место не покупай трак и не делай это не твое служение тебе это не нужно тебе это не нужно это не твое и он на днях позвонил плачет и говорит я уже его продаю никто не покупает я зашел такие долги я зашел такие долги а чего я понял что мое место в доме в семье и церкви служение я имел хорошую работу по месту ездил было достаточно но я каждый вечер был дома каждый вечер был с семьей каждый вечер я был молитвы служение в общении я ушел на это я потерял я потерял все дорогие братья и сестры мере сегодня не придает уже этому значение он будет иди и зови званых иди позови их он пошел те начали извиняться и смотрите какое извинение какое ну как бы сказать без основания 1 извиняться я купил землю мне нужно пойти посмотреть я прошу тебя извини меня не без как покой меня меня очень важное дело как если тебя зовет на пир приготовленный которым ты званы тебе одежда брачного пира и тебя зовет званый посланный зовет дух святой сегодня зовет своих сыновей и дочерей свою невесту я вам дал одежды брачные где они где вы их потеряли мать они порваны олог скоши а материн и грязные в сегодня нет одежды правильности сегодня одежда осуждения сегодня одежда других одета сегодня мы в грязных грехах погрязли осуждения обиды непрощения этой суеты все некогда все некогда все некогда нам нет времени для нам нет времени для общения, мы не хотим оставить наше, то, что нам нравится, мы не можем расстаться с этим, мы не можем оставить свою жизнь, ту, которая была, все мало, все хочется, все хочется больше. А духовно? Ничего, ничего. И вот смотри, он говорит, у меня земля, я, извини, мне некогда, извини, я купил землю, я иду посмотреть, извини, я купил пять перволов, извини меня. Я одного брата спросил, как твои дела? Слава Богу. И знаете, что он сказал? Не знаю, откуда обрушилась беда. На мой бизнес, на мою всю семью, одно за другим, помолитесь за меня. А что такое? Я вижу, что эта работа, этот бизнес, он очень просветал, он очень хорошо шел, но мне не было времени молиться, мне не было времени для Бога. И сегодня вот это подняло все. Иди, иди, поиспитывай волы, иди занимайся землею, иди занимайся бизнесом, иди устрояй жизнь. Бог не будет никого заставлять. Не думайте, Бог много милости, долго терпелив, но он строго взыскивающий. Придет день, придет грань. Если Бог еще любит, не отвергнул, то он сделает стопи в нашей жизни, на наших путях, если мы обратим на это внимание. И вот здесь он извинился, и второй, и опять пару баллов купил, и прошу, извини, я иду испытывать. Третий женился, у меня жена, семья, дети. Я не могу, так как раньше трудился. Я не могу. И что он сказал? Тогда, разневавшись, хозяин дома сказал рабу своему, пойди скорее по улицам, переулкам города, и приведи сюда нищих. Они не те, которые богаты, что они спасены. Они царство на священство. Они говорят, что народ Божий. Они церковь Господня, которые ни в чем не нуждаются. Нищие, блаженные, нищие духом. Ибо их есть, не будет, а есть царство Божие. Почему? Они постоянно нуждаются в Боге, они постоянно нуждаются в присутствии Божьем, они постоянно нуждаются в реальности Божьей. И они, это царство, ибо они что? Блаженные, нищие духом. Ибо их есть царство Божие. Царство Божие уже в их сердцах, в их домах и семьях. Они будут искать колебаться, где укрыться от начертания, куда уйти, укрыться от ведущих бедствий. Они будут знать, что царство в доме, в сердце, в семье. Они укрыты под кровом Всевещнего и среди Всебогущего покорятся. Аминь. И они не будут, что сегодня новости говорят одни, другие, третьи, что будет на этой земле. Они неспокойны, потому что они в руках Божьих. Укрытие Божьем. Помазание крови акция. Это важно сегодня. А сегодня льментаются. Идите, ищите, стройте, устраивайте. Но это вас не спасет. На ваши места другие придут. Знайте это. Если оставляем, знайте это. Он пойдет, но ведь разневавший, иди зови нищих. Те, которые нуждаются. Не те, которые святые. Не те, которые крещеные Духом Святым. Не те, которые уже десятки лет члены церкви, прими крещение. Не те, которые дедушки по поколению, что их дедушки, бабушки были верующие. И они также у Бога внучат нету. Поймите это. У Бога не передается, если твой дедушка был святой или бабушка, то и ты будешь спасен. Нет. Ты иметь должен личное покаяние, личное сознание, личное исповедание. Они лично заключат завет с Богом и служить Ему. По милости Божией, по молитвах наших дедушек, бабушек, отцов, матерей, Бог еще не сурится с нами и не прервал нашу жизнь. Вот это да. Это да. Но что мы станем верующими или мы святые, поэтому мы никогда этим не будем. И он говорит, разневавшие, иди по улицам скорее и переулкам города приведи. Кто на улицах и на переулках находится? Это люди, которые нищие, которые нуждаются. Не те, которые нищие нуждаются. А им все не так. И то не так, и там не так, и то не так. И продукты не такие. И там еще нужно для того, чтобы видеть, Бог не досмотрел. У меня лишний вес и так дальше и тому подобное. И начинаем, и начинаем мы что-то искать, что-то воркотать, что-то роптать. Не быть благодарным Богу, что Бог дал пищу, дал кровь, дал одежду. Служи мне! Служи. Нам некогда. У нас нет желания. У нас нет ревности. У нас нет огня. У нас сегодня служения стали кладбищем. Мертвая, гробовая тишина. Ни молитвы, ни жажды, ни слез, ни радости, ни благодарности. Иди и зови скорее. Знаете, это очень важно. Очень важно. Очень важно. Я не забуду, всегда-то вспоминаю и помню эту молитву, которая была в Ковеле, там на Украине. Года два тому назад, там было сказано, «Иди и зови по изгородям на мой брачный пир». «Ибо те, которые заключали завет со мною десятилетиями, они забыли, оставили меня и повернулись ко мне не лицом, а спиною. Они не имеют нужды исповедаться, примираться, освящаться. Они проповедники, они хористы. Они сегодня в церквах большие, но на их местах я призываю этих людей, потому что эти не имеют нужды в покаянии». Страшный приговор, правда. Там был один из служителей, он закричал, «Господи, у тебя места хватит для всех, да?» «Хватит». Но он сказал, разневавшись, «Иди и зови по изгородям. Иди и зови по улицам и переулкам. Иди и зови». Я помню, как сейчас, когда после этой молитвы я был там в тюрьме, и в пожизненной, и они мне так сказали такие слова. А нам Бог сказал, что мы это те, которые по изгородям в заключении, в камерах. И до нас достал Господь, нас зовет, пригласил на этот пир. Братья и сестры, не говорит ли это нам ни о чем-то, что мы сегодня можем сидеть здесь членами церкви, но в наших местах уже другие есть. Но мы беспечны, мы не имеем нужды в покаянии. Мы забыли, когда мы были исполнены силой Духа Святого, когда любовь изливалась Духом Святым, когда я пел умом, пел Духом, когда я молился умом и Духом. Мы только сегодня скандалим, ропщим, недовольны, ссоримся и так дальше. Остановитесь, примиритесь с Богом. Не ждите суда Божьего, огня Божьего, наказания Божьего, поражения Божьего, что и Бог начал говорить болезнями, судами, поражениями. Остановился, спасал так. Не ждите, ибо это будет. Это будет, если Бог еще любит. Если Бог еще любит, потому что не захотели, не нравится. И Он говорит, все готово. Скажи народу, все готово. А народ мой не готов. Господи, как? Не готов. Не готов. И сегодня я здесь, сегодня спрашиваю, братьев, скажи слово «нет». Скажи слово «нет». Скажи слово «нет». Не готов. Не готов. Не готов. Вот какое мы состояние, вот какое пришествие мы ожидаем, вот кого встречать мы ожидаем, вот как мы готовы, как взятие от всей земли, встречаться в воздухе, в облаке, вот какое поразание, вот какое ремнослужение, вот какая любовь, вот какая жажда. Почему? Почему? Что не дал Бог? Скажите, в чем Бог не ответил? В чем Бог не благословил? Где благодарение? Где? И Он говорит, иди и зови. Говорит, приведи сюда нищих, увечьих коллег, храмих и слепих. А званные на брачный пир и в брачных одеждах они получили прощение, очищение, исцеление. Они получили. Но они не имеют нужды. Не имеют нужды. Помните, я говорил одну из тем раньше о десяти прокаженных. Один только возвратился и остался за Христом. А девять поставали, что на полях, кто при семьях, кто в церквах. Их устраивает эта коробовая тишина кладбище. Церковь, зато там служение, там время провели, услышали, увидели, пообщались, новостями поменялись, одеждами посмотрели, кто во что одет. И как дальше? Это церковь сегодняшняя. Это сегодняшняя Пятидесятница такая человеческая, но не Божья. Вот так готовимся сегодня встречать пришествие Сына Божьего. Вот такая сегодня готовность. Говорит, иди зови, иди зови, кого увечьих, храмих, слепих, братья и сестры. И Господь сказал, скажи народу, ты и я, брат и сестра, ответишь перед Богом. Ответишь. Ответишь. Что проводил время праздного и в этой стране. Бог открыл, дал свободу служить Богу. Как мы служим? Где-то ревность, где-то жажда. Как мы служим? Что он пришел за церковью, взят церковь, она не готова. Нету, заняты. На полях, с волами, с семьями. Но на деле на Ниве Божьей нету их. Иди и зови. Иди и зови. Как страшно. Как жутко будет, когда ты увидишь, что Господь скажет, твое место уже есть. Поздно покаяться там. Я-то помню, когда пришли до дверей. И там многие плакали. Господи, ведь я служил тебе. Я в тюрьме сидел. Я то, я то. Там только такой ответ. Поздно, поздно. Здесь покаяния нет. Все. На твое место. Ты отсидел, может, 10 лет. Сколько лет сидел? Ты, может, 30-40 лет верующий. Но ты был мертвый, религиозный человек. И не больше. На твое место. Посланный там. По изгородям. Там, по улицам, ущельям. Бог призвал на этих последних бродях, алкоголиков, наркоманов, тюрьмах, убийцах сегодня принимали Господа. А мы, а мы остались сидеть своими полями, своими волами, своими женами. Осталимся. Останемся только для ада. До суда. Потому что написано здесь, они не будут. Они на брачном пире не будут. И он сказал господину, раб сказал, господин, исполнено, как приказал ты. Еще есть место. Дана пауза. Может быть, эти опомнятся, покаются. Господи, на наши места ты призываешь. Эти идут сегодня, этих слепие, хромие, увечие, прокаженные сегодня идут, очищаются, прозренные, не слепие прозревают, хромие идут. А мы в брачных одеждах, призванные быть на том пире, не идем. Услышать? Нет. Не услышали. И дальше он говорит, есть место. Видите, еще есть место. Идите? Нет. Господин сказал рабу, пойди по дорогам и изгородям, и убеди прийти, чтобы наполниться дом мой. И скажу вам, что никто из всех званых не вкусит. Другими словами, все святые церкви не будет. Во взятие церкви не будет. у белого престола на брачном пире не будет. Не будет. Вы не услышали, и не послушались, и не покаялись, и не изменили свои пути, и не оставили, а остались в своем. Посмотрите, что получилось с этими людьми. Они не пришли, и он сказал, ибо, сказав вам, что никто из званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, мало избранных. С ним пошло множество народа, и он, обратившись, сказал, если кто приходит ко мне и не возненавидит отца, здесь не идет в том смысле возненавидеть от меня, не убить отца или мать. Поймите, это не о том идет речь. Но если у нас сегодня это идолы, если у нас сегодня дети идолы, родители идолы, мужья идолы, жены-идолы, поймите, это проблема. Это большая проблема. Здесь говорить о том, что возненавидит, то, что в том смысле, что я должен возлюбить Господа всем сердцем, разумением души и крепостью. А если я люблю сегодня жену, мужа, детей больше, чем Господа, то я не в должном духовном состоянии. Это ненормально. И об этом он здесь говорит, что кто приходит ко мне и не возненавидит. Они говорят о том, возненавидеть, ненавидеть, а это о том, что я должен знать. Если моя жена, мой муж, мой отец, моя мать, мне не дают идти трудиться, мне мешают, мне говорят, то не делают, так не делают, как сегодня я встречаю, говорят матери, своим дочерям, доченька, да ты так приоден, да ты подрумнянся, да ты пощекотуешься, да выйди замуж, вот это вот ты должен такую мать просто повести к покаянию, возненавидеть эти советы, возненавидеть эти советы, это совет не от Бога, а от дьявола. Вот о этом идет речь, об этом говорит Христос, возненавидеть те, которые мешают, которые не дают, как Христос сказал, враги же домашние, в каком смысле? Не то, что они являются домашними врагами, когда они мешают, не дают идти, не дают трудиться, поймите, что мы это не говорим, что мы должны с ними воевать, или доказывать борьбу, нет, здесь идет речь о том, что мы должны воздавить Господа, и стоять на страже, во всем воздавить Его, эту первую заповедь. И вот здесь Он сказал эти слова, и при том, самой жизни своей, видите, отец, мать, жена, муж, дети, а потом и при том, самой своей жизни. А ну-ка, проверим мы себя, проверим мы себя, а зачем мне проститься, когда у нас объявлен церковный пост за семью, за детей, скажите, так честно предумаю, я не говорю мне отвечать, вот так предумаю, ответить, сколько в этой неделе постили за семью, детей, даже хотя бы сегодняшний день, постили, да нет. Вот результат. Мы возлюбили себя, свою жизнь, свое чрево, даже о том, что дети погибают, внуки погибают, семьи погибают, мы не можем сегодня поститься, мы не можем прибыть в нужде, да, ну, вас и захотелось, ну, пусть там говорить, пусть тарахтить там, заказывать, а мы свое дело знаем. Братья и сестры, я не говорю, что это мне хочется сказать, я сказал, то, что Бог открыл, чтобы это сказал, вы не скажете, мы не были предупреждены, когда не я, мне не захотелось просто объявить нужду за семьи, Бог открыл, объяви пост и молитву, ибо враг в сильной ярости брушается на семьи, на детей, на наших внуков, кто пастился, кто стоял в проломе, будьте честны перед Богом, нужно сейчас каяться, если вы хотите, о спасении ваших детей и внуков, ваши дети, ваши внуки погибают, а вам нет нужды до этого, ваше чрево угождение, вы не отвергли себя, вы не отвергли, вы не оставили себя, вы не умерли, вы не воскресли, вы гробы окрашенные, полные мерзости и костей, вот кто сегодня, говорит Христос, мы, вот кто мы сегодня, и пришли сюда, и вот и нет и молитвы, вот и нет радости, а откуда, когда нужно исповедание, покаяние, Господи, я не отверг себя, я не возненавидел себя, я люблю себя, я жалею себя, вам неплохо поститься, я не буду, я поем, да нет, я не об этом говорю, я говорю о том, что Бог сказал, вот какая наша боль, вот как мы видим, вот как мы слышим, вот как мы готовимся, вот как мы готовимся идти на брачный пир, здесь Он сказал, сказую вам, что никто из званых не вкусит, для меня это страшно, не знаю, как вам, но когда я этой ночи, я сказал, Господи, и для меня это страшно, никто не вкусит, это страшно, это значит, что ты столько лет ходил в церковь, медзвенящий, кемал звучащий, и Христос скажет, я никогда не знал вас, и это страшно, не вкусит, это страшно, это ужасное состояние, сегодня мы можем быть, думать, ну, мне захотелось сегодня быть, как мне часто на мне говорят, бичом, или как, понимаете, как хотите, но я пред Богом чист, я сказал то, что Бог открыл, Он любит нас, чтобы званными не оказаться теми, которые не вкусят, и Бог сегодня вас предупредил и меня, не вкусите, не вкусите, если не покаетесь, не вкусите, если не измените свою духовную жизнь, не вкусите, если не сегодня не примиритесь с Богом, не вкусите, если сегодня не исповедят свою жизнь пред Богом, если не будет исполнены силы Святого Духа, как я говорил, одно из всем, вам должно родиться свыше, не вкусите, если не будете рожденными свыше, не вкусите, если бы не будет измененная жизнь, Измененные мышления, взгляды Не укусите Не укусите Вы можете воевать со мною Воюйте Не соглашаться ваше право Я знаю, даже сейчас Бог открывает Сидять мои мысли Людей, которые впротив Бунт внутри Достал ты нас Мы сами знаем, кто мы Да, жаль, что знаете А Бога не познали Жаль, что вы не укусили Как благ Господь, жаль Что сегодня мы ищем где-то, как-то Зато мы знаем все новости Мы знаем все, что происходит Мы знаем, какие мировые обстоятельства Но мы не знаем, что церковь Готовится взять ее Об этом мы не знаем Об этом мы не слышим Что невеста Христова Готовится Есть у меня, впрочем, есть 7 тысяч Есть Есть те, которые не преклонили Есть 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 Я в прошлый раз напомнил Я сегодня хочу остановиться на этом Я вчера в прошлый раз говорил Есть избавление Есть Я хотел бы сказать друг другу, братья и сестра Я сказал то, что Бог открыл Сегодня сказать И буду говорить дальше еще Но Бог сказал, скажи, что не получилось так Что Вас только дал, дал, а выхода нет Есть выход и есть избавление Тогда, когда мы придем к Господу И отвечал седрах, миссах и авденагу И сказал царю на выхода носу Нет нужды нам отвечать тебе на это На что? Что он сказал им, что поклониться ему Истукану Он спросил Богам моим не служите И золотому истукану, которому я поставил Не поклоняетесь Отныне, если вы готовы Как скоро услышите звук трубы Свирелицы, цитры Цевинцы, гуслей Симфонии и всякого рода музыкальных орудий Падите и поклонитесь Истукану, который я сделал Если же не поклонитесь То печь, раскаленную огнем И тогда И тогда Какой Бог избавит вас От руки Моей Видите? Там было сказано Моей Не нашей Моей И отвечал седрах, миссах и авденагу Но нас никто об этом не говорит Ну, знаете, у нас страшнее обстоятельства Чем у них Почему? Они не имели Крещения Духом Святым Они не давали обет Богу Доброй и чистой совести Они Не пережили того И не слышали того Что слышали мы И мы забыли Мы оставили Но нас больше ответственности И мы больше грешные Больше Они Услышали Поверили И остались верные И они ответили И отвечал седрах, миссах и авденагу И сказал цару На выходе на остров Нет нужды нам Отвечать тебе на это Как? Цару не отвечать? Нет нужды так раз Как ответить? А мы как отвечаем? Да пожалей себя Поспи немножко Пожалей Да Сделай что-то для себя Знаешь Время мы найдем А вот времени для общения с Богом Нету Проверайте Проверайте Нету Для общения с Богом И вот здесь Седрах, миссах и аденага Говорят Нам нет нужды Отвечать тебе на это Бог наш Которому мы Заметьте что Служим Вот важно Не быть членами церкви Не быть прихожанами Не топтать напрасно Пороги Дома Божьего Но служить Богу Это важно Служить ему Они отвечали Мы служим Вот где сила Мы служим Это знаем Мы живем с ним Он живет с нами Он пребывает в нас И мы в нем Мы служим ему Мы не так что просто Сегодня так А завтра так Мы служим Действительно Служим ему Силен Спаси нас от печи Раскаленной огнем И от руки Твои царь Избавит Аллилуйя Вот где сила После того Как служим Богу Мы имеем силу И власть Наступать На всякую Вражую силу Так написано Все даем вам власть Наступать На всякую Вражую силу Эта болезнь Будет связана Эта болезнь Отступить Эта болезнь Оставить тело Эта болезнь Не будет беспокоить Когда мы служим Богу Заметьте это Когда мы служим Богу Не когда мы Называемся Христиане Не когда мы Называемся Что мы Целены Церкви Когда мы Служим Его Тогда мы Дети Его Сыновья и Дочеря Его Тогда Он Действует Тогда Он Делает Тогда Он Отвечает Когда мы Служим А то говорят И постилась церковь, и постимся в море, и Бог не отвечает. И не будет. Бог говорит с нами, начинает говорить с нами, то ли через обстоятельства, то ли через детей, то ли через болезни. Бог начинает говорить с нами. Я хочу, чтобы ты, Сын мой, служил мне. Служил мне, не говорил о мне, а был во мне, и я в тебе. И я говорил через тебя. Не ты говорил обо мне, а я говорил через тебя. Твоей жизнью, твоим поведением, твоим присутствием. И я говорил через тебя. Вот значит, служил мне. Служил мне. Которому мы служим, он силен, которому мы служим. Силен спасти нас. Видите? Силен. От печи раскаленной. И от руки твоей, Царь, избавит. Скажите, так что он сегодня изменился? Что он сегодня не тот? Что поменялось, как сегодня в странах? Люди, смотрите, как только президент, так и меняется конституция. То и по-своему пишет, то и по-своему. Но Божья конституция, Библия, она никогда не менялась и не меняется. Она прошла тысячелетия, века, и она не меняется. Но она написана самим Господом. Помазаем Духом Святым, мужьями. Она не изменится. Жаль, что мы меняемся. Мы изменяемся. И сегодня, к сожалению, очень сильно меняется. Я слышу сегодня говорят такие слова проповедники, в кавычках. Говорят, мы посвятили себя Богу. Мы приведем сегодня тебя, Иисус, много душ. Мы сегодня покаем много душ. Мы сегодня приведем тебя. Мы сделаем, мы построим. Мы построим Богу. Мне эти самозванцы не нужны. Где мы, мы, мы. Но где Господь. И знаете, они сегодня кричат многие, за счет того, что мы сами благословенные должны быть. И за счет того, что они сегодня и баллотируются, и депутаты, и президенты. А мы то, что наши должны быть, мы банкиры, сами богатые люди, сами высокие люди, потому что мы царственное священство. Не об этом сказал Христос. Нет. Ведь цари и священники – это то, что когда мы присутствуем, то присутствует с нами Господь, небо, слава Божия, сила Божия, помазание Божие. Смотришь на них, когда они стоят за кафедрой, просто страшно. Кто это стоит за кафедрой? О чем они говорят? И один говорит, ну просто, ну смотришь, и просто жалко. Думаешь, Господи, куда люди смотрят? Куда люди смотрят? Куда они представляют собой стоять и показываешь, называют, не хочу этим словом называть, как он называет свою жену, этим словом таким. Вот моя. И она стоит, обвешана, обцеплена. И все там кричат, зал Аллилуйя. Смотришь, ну почему? Он бритый стоит за кафедрой. Это что, Бог изменился? Это что, Бог изменился? Что они там кидают Богу вызов? Вызов! Что они самые богатые люди? Самое все в них? Власть у них? Сила в них? Деньги в них? Нет, не об этом. Он говорит, что мы служим, и Он избавит нас. Вот где сила. Мы служим тебе, и Он избавит нас. Если же не будет того, то да будет тебе известно, царь, что мы Богам твоим служить не будем. И золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся, если этого и не будет. То есть, другими словами, мы неизменно остаемся верны нашему Богу, которому мы служим. И если даже Он попустит нас в этом. Бог то видел, Бог наблюдал, а очи Божьи связаты зрят на это, и Он наблюдает, что же будут эти юноши говорить, что-то трое молодых людей скажут, ответить этому зверю. Ответить, что же они скажут. Тогда Нарумхадоносор исполнился ярости, и вид лица его изменился, на седрах Амисара и Адонага, и он повелел разжечь печь в семь раз сильнее, нежели как обыкновенно разжигали ее. Но, братья и сестры, казалось бы, но Бог здесь поступил неправильно, правда? Но Господь показывает для нас, когда мы часто падаем в отчаяние, Бог забыл, все против меня, друзья оставили, близкие оставили, все ждут твоего падения. И вот здесь Нарумхадоносор жестокий человек, он с сильной ярости, изменился вид лица его, изменилось это. Представьте, какой ярости был человек. Для чего? Чтобы эти юноши дрогнули. Но они остались в себе. А очи Господние, зря на этих людей, на этих юношей, Господь дрогу наблюдает. Верны мне. И остались верны мне. Я проведу вас. Я покажу. Сегодня он проверяет тебя и меня. Сегодня он проверяет тебя и меня. Готов ли ты? Что такое мы сегодня слышали? Оставь. Оставь все это. Мы слышали это слово «возьми крест свой и следуй за мною». Ежедневно. Это не так просто. Взять крест и следовать. Это не так просто. Ну, взял, да и пошел. Нет. Это переживания, это слезы, это критика, это поношение, это насмешки, это предательство, это измены близких, друзей, церкви. Тебя не будут понимать. Вот это возьми крест свой. Это возьми крест свой. А мы привыкли посидеть. Нас не трогают. Ну, хорошо, пришли и пришли. Нет в собрании. Ну и нет. Никто не спросит, а где там тот брат или та сестра, что может быть уже нету, когда слышу, говорят, я уже год не хожу в церковь. Никто даже не интересуется. Никому это не нужно. Видите, в каком состоянии сегодня церковь? В каком готовности и ожидании сегодня церковь? Но это званые. Это званые. И нас это устраивает. А мы спокойны. Мы сегодня спокойны. А вот в Сидрах, Мессахе и Авдонаге их это не устраивало. Они сказали, да будет тебе известно, царь. Мы, если даже это не произойдет, мы не поклонимся. И золотому и стыкану. Мы не подъем на колени. Не придем к тебе. Не обратимся к тебе за помощью. С извинением. Не придем. Нет. Никогда. Знаете, я сегодня не хотел об этом говорить. Но сейчас просто во время проповеди Бог скажу об этом. Сегодня много верующих. Верующих, я говорю. Не уверовавших. Не избранных, а званных. Но не члены церквей. Имеют успех в этой земле. И смеют благополучие. А их прекрасные семьи, казалось бы, снаружи. Но внутри знает только Бог. Их деньги идут не знать как, откуда. Их всем успех, и устройство. Они думают о пенсиях. Они думают о своих пладах. Они думают о своих сбережениях. Но не знают, что они воспользуются. Ни они, ни их дети. А только для суда это скоро будет. Что ты провел времени столько в этой свете. А для меня чуть-чуть времени уделил. И это будет стоять препятствием для нас в том, что мы Бога. В этом идет, есть написано, что обкрадывали меня. Вот оно, то время, которое мы обрадываем Бога. Не даем ему этой десятини времени общения с Богом. И знаете, когда я так не раз думал, и мне не раз об этом говорили, а вот смотри в того, как смотри в того, и один брат плакал, говорит, вот видишь, семья у меня восемь детей, я работаю для Господа. Смотри, мы еле-еле концы с концами. Смотри в того, какая жизнь. Смотри, как у него там трое детей. А смотри, у него как все, как все гладко. Он и отдыхает, он и на курортах, он и на островах. Везде он не пропускает. А Господь говорит, я оставил. Они меня оставили, и я оставил. А их не Бог, их благословляется. А ты этому позавидовал. А ты этому позавидовал, что их не Бог, чьи они, жертвы, их и благословляет, чтобы они не опомнились, и не покаялись. А они думали, что это Божье благословение. Они продались. Мне страшно было, когда... Я лично не слова просто голые говорю, но я знаю, что я слышал. Где-то более десяти человек, это тех, которые заключали договор, будучи поколением верующих родителей, и дедушек, бабушек, и дети, они заключали договор тайно, чтобы не знали родиться с сатаной. Благослови бизнес, семью, деньги. Я буду тебе тоже служить. И поэтому их все процветает. Об этом никто не знает. И когда он каялся, говорит, мне теперь страшно. Потому что сатана меня душит, ночами требует, чтобы я делал дальше. Я уже боюсь, мне страшно. Я вижу, куда... Я думал, ну, и вот у меня бизнес, и все. А дальше-то продана душа. И мы этому завидуем. И мы на это смотрим, и хочем поравняться с ними. Дорогие братья и сестры, благодарите Бога, чтобы лучше быть в огненной печи, обстоятельства скрутых, сжатых, гранили из питания, но постоянно убоги. Лучше будем нуждаться в Господе. Завтра нечем покормить детей, но Господь даст пищу, не оставится. Поймите это. Написано, не видел праздника, потомку и просящего хлеба. Не будет этого. Бог не оставит. С чем иметь вот это все и остаться на вечной муке. Это страшнее. Седрак, Мисах и Авдонага, они решили служить Богу, не поклоняться. Многие, как Чего, сказали за это место, что Бог открыл, что поклонились дьяволу, палениц, заключили с ним союз договоренностей, и имеют успех в этой земле, в бизнесах, в устройстве, во всем процветать. И в церквах один на других сатана показывает, смотри как кто, смотри как кто, смотри как кто, а жены, а там родственники, а смотри вот тот, а ты все втюрился в эту Библию, эти посты и молитвы, это все такое, тебе больше всех нужно, а смотри вот тот какой, а смотри как у них все идет. Посмотрите, что делает сегодня сатана. Показай, поклонись, поклонись, сегодня этого истукана нету, золотого есть, ой еще какой, намного больше, чем на входа носок построили. Поклонись, 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 я дам тебе серебро, я дам золото, я дам бизнес, я дам деньги, я дам славу, я дам авторитет, я дам, поклонись, я дам тебе, тебе будет все гладко, тебе будут завидовать много, поклонись. мы не поклонимся. И повалил разжечь 5-7 раз сильнее, нежели как бы кривенно разжигали, и самым сильным мужам из войска своего приказал связать, не просто бросить, а еще связать, чтобы не убежали. И бросить в их раскаленную печь. Тогда мужи синий связаны были в исподнем и в верхнем платье своем, в головных повязках и в прочих одеждах своих, и брошены в печь раскаленную огнем. И как повеление царя было строго, и печь раскалена была чрезвычайна, то пламя огня убило, видите, что пламя убило самых сильных из войска, пламя убило тех людей, которые бросали Сидраха, Месаха и Авдонагу. Оси и Тремужа, Сидрах, Месаха и Авдонагу, упали в раскаленную огнем печь связанные. На выходоноса царь изумился и поспешно встал и сказал им мужам своим, не троих ли мужей бросили мы в огонь связанными? Видите, что делает Бог? Отвечает, которому мы неизменно служим. Мы служим. Которому мы служим. Он будет вязать тебя, он пряжет тебя по рукам и ногам, он не покажет тебе выхода, он будет показать тебе, что выхода нет, просвета нет, спасения твоему дому нет, исцеления твоим телем нет, ты связан этой болезнью. А Господь показывает другое, есть освобождение, есть избавление, есть, есть. Не троих не бросали. Они отвечают царю, есть ли оно так? На это сказал, он сказал, вот я вижу четырех мужей, не связанных, ходящий среди огня, и нет им вреда. И вы четвертого подобен Сыну Божьему. Братья и сестры, откуда на уходоносов знал о Сыне Божьем в то время, когда нигде не проповедовалось, нигде не говорилось, ни в Торе, ни в Пятикнижье, там невозможно было найти о том Сыне Божьем. И он сказал, я подобен Сыну Божьему, противник, враг Божий, который предал смерти троих, которые верны Богу, он видит в печи, его видит. Этот, который был в ярости, что лицо изменилось, он видит здесь, четвертого, эти несвязанные ходят беседовать по печи. Он пришел сказать им, дети мои, я с вами, я видел, я видел, видел, Отец мой вас, видел, когда вы предстояли предобщество, видел, когда вы отвечали царю, видел, слышал тогда небо, слышал о небо, слава Божия, как вы отвечали, мы не поклонимся Тебе, мы служим Тебе, Господь, мы верны Тебе, да будет известно Тебе на выходе нас это не пугает, нас это не испугает, мы не оставим, не променяем и общение с Богом на это время, но никогда мы не поменяем. Я сегодня с вами, отец и мать, брат и сестра, сегодня в твоем доме. Иисус хочет быть, как твой раскаленный печи, мой, твоей семье сегодня этот огонь, боль, крик, слезы, стоны. Христос говорит, я хочу, чтобы ты увидел, а увидел, я в твоем доме твоей семьи, который успокаивает бурь и море, огонь, который жжет, печет, не печет. он пришел их, взял их, сказал им, они беседовали, рассуждали там, а тех пламя огня убило, а эти ходят по ей печи, ходят. Это Бог показывает им, на выходу Носару, показывает им, что не ходят. Если было там одно место, было подумано, что в этом месте нет жары, когда пламя его было, это невозможно. Ну пусть, допустим, но они ходят по всей печи. Бог показывает, смотри, смотри, они говорили тебе, если это и не случится, мы не поклонимся, но знай, Бог, которому мы служим, Он избавит нас, Он сохранит нас, Он проведет. Братья и сестры, скажите, что Бог сохранил их от печи? Нет. Бог провел их, и ходили по печи, по огню. Народ Божий, Церковь Божия, невеста Божия, не бойтесь, чтобы сегодня не говорили новостью, о чем бы сегодня говорил дьявол, о чем бы сегодня не кричал дьявол, знайте, что в тебе и мне нужно служить Господу. Есть избавление у Господа, есть спасение тебя и дома твоего, есть, и ты пройдешь, и ни тебя, ни твоих детей не коснется это начертание. Они не имеют запаха огня, там дальше написано, на них не было запаха огня даже, потому что с ними был четвертый подобен Сыну Божию. Аминь. В твоем доме, в твоем сердце, в твоей семье должен быть Сын Божий. Когда ты во Христе Христос, в тебе, то в этом доме, в этом семье Сын Божий, он проведет, он сохранит, он исцелит, и тебя не коснется, тебя не сделает, не повредит. Никакое обедствие, никакое наводнение, никакая проказа, никакое поражение, ни тебя, ни дома твоего. Аминь. Склоним колени и будем молиться. Он достоин славы. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok